МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения и ваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Есть ли проблемы? Сегодня глава Чуваши знакомился с деятельностью столичных заводов. Новый маршрут в Чебоксарах троллейбус заехал на газон. Они могут разгрызть на кусочки стеклянный стакан и спокойно лежать на его осколках. Очень много мистики витает вокруг этого занятия йогой. И многие думают до сих пор, что мы сидим в глубокой медитации, не шевелясь. Как этого достичь, можно узнать на открытом уроке по йоге. Сегодня глава Республики успел познакомиться с работой трех чебоксарских предприятий. Причем это знакомство было далеко не бегло. Михаил Игнатьев осматривал производство, раздавал поручения городским властям и отвечал на вопросы работников. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Если раньше здесь ремонтировали машины и дорожную технику, то сейчас завод полностью зависит только от заказов крупных автопромов. В цехах этого предприятия производят запасные части для грузовиков марки «ГАЗ». В народе их называют попросту газонами. Из Чебоксар в Нижегородскую область отправляют лонжероны, капоты, панели и двери. Но главе Республики объясняют, что здесь возможно выпускать и другие детали самых разных размеров и форм. В ближайшие годы на заводе «ГАЗ» планируют модифицировать многие модели машин. Это скажется и на работе Чебоксарского завода. Количество заказов должно увеличиться. Правда, сейчас необходимо решить проблему с кадрами. На предприятии делают ставку на студентов МАДИА. Причем для них здесь готовы открыть и учебные места. После сегодняшнего посвящения даю ей соответствующее поручение, поставлю задачу, чтобы они студентов сюда привозили. Это как раз практика на производстве. Этот завод тоже зависит только от крупных заказов. Его работники одевают и обувают сотрудников силовых структур. В этих цехах шьют форму для спасателей, пожарных и военных. Спецодежду из Чебоксар отправляют даже в районы Крайнего Севера. Куртки, сапоги и перчатки испытывают не только на прочность. Они должны выдерживать и аномальные морозы. Изготавливается из термостойких тканей. Многослойный пакет. У нас изготавливается двух видов. Тип Х – это для северных регионов. Температура до минус 50 выдерживает. А в этом цеху возможно работать только в защитных масках. Такие меры предосторожности соблюдают из-за неприятного запаха. Именно здесь шьют специальные термостойкие костюмы. Пожарным без них невозможно обойтись. Вообще, говорят, на предприятии количество заказов от силовых структур заметно увеличилось. И, по всей видимости, меньше их не станет. Итоги первого полугодия говорят сами за себя. Объем отгруженной продукции здесь превысил 120 миллионов рублей. Глава республики отметил, что подобные заводы всегда будут обеспечены работой. Продаете в основном за пределы Чувашской республики. Продукция качественная, и это очень хорошо. Грядущие праздничные даты обеспечит работой и этот завод. На протяжении 13 лет здесь создают архитектурные памятники и реконструируют здания социальных объектов. Плоды их труда долговечны. Декоративные элементы делают только из прочного природного камня. В Щебоксарах строительная фирма реализовала крупные проекты по реставрации музеев, вокзалов и корпусов университета. Но спросом их услуги пользуются и в соседних регионах. На рынке вы уже себя показали, на потребительском рынке. И для крупного бизнеса, и для семьи, для любого человека. То есть, кто хочет заказать, могут заказать и получить качественный товар. Но глава республики во время этой поездки по заводам успевал и отвечать на вопросы работников. Кто-то жаловался на работу общественного транспорта, а кто-то на недостаток ливневок на улицах Щебоксара. В дождливую погоду по дороге на работу приходится ходить по пояс в воде. Глава города пообещал, что эта проблема решится в ближайшие годы. Необходимо принимать целую программу. Мы посчитали, миллиардов 5-6 нужно в городу, чтобы это сделать по всему городу Ливневки. Серьезная проблема. Наверное, пристанционные специалисты, проектанты займутся, посмотрят. Помощники Михаила Игнатьева после этой поездки получили целый список поручений. Теперь проблемы работников взяты на карандаш, и возможно, что решить их получится в ближайшее время. Вообще, подобные встречи с главой региона не раз приносили пользу. Дмитрий Ковалев, Сергей Ляпчиков, Республика. Сегодня в эфире общественного российского телевидения вышла программа «Большая страна», в которой принял участие глава Чувашия Михаил Игнатьев. Повтор 3 июля в 0 часов 20 минут. Город Чебоксары стремительно застраивается, но в городе еще существует и ветхое жилье. Относиться к подобным мамонтам архитектуры следует очень бережно. Для того, чтобы избежать несчастных случаев, администрация города Чебоксары составила программу по капитальному ремонту. Как она реализуется, изучала Дарина Игнатьева. Людмила Васильевна помнит, как 40 лет назад заселялась в квартиру по проспекту Ленина. Уже тогда дом, построенный в 57 году прошлого века, нуждался в капитальном ремонте. За все эти годы, по словам женщины, масштабная реставрация проводится впервые. Ступеньки делают, плитками клеют. Мы, конечно, очень рады, ждали этого давно. Дом был у нас в аварийном состоянии. У нас балконы, они вообще держались на старых рамках, держали. И мы боялись даже выходить-то на балкон. Упасно было. Укрепление балконов и реставрация фасадов – в приоритете среди прочих ремонтных работ. Сегодня они ведутся в семи жилых домах столицы. Уже к 2016 году планируется завершить ремонт 258 зданий. Здесь применяются современные материалы. Балконные плиты ремонтируются с такими современными материалами, как пенитрон, пеникрит. Усиливаются металлические ограждения, устанавливаются оконные ограждения, стеклопакеты. На ремонт фасадов и балконов в 2014 году будет потрачено более 13 миллионов рублей. Директор управления жилфонда отмечает, что собственники жилья принимают активное участие в капитальном ремонте. 25% от общего бюджета – это деньги жильцов, в чьих домах ведутся ремонтные работы. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика. Следственным отделом по городу Новочебоксарску следственного управления СКР Почувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии номер 3. Напомню, что 19 мая около 3 часов ночи с территории колонии совершил побег заключенный. Бывший сотрудник колонии заметил беглеца, но не предпринял меры для пресечения побега. В ходе следствия обвиняемый свою вину в своем бездействии и в халатности признал в полном объеме, раскаялся свое бездействие. Такое он объяснил тем, что растерялся и надеялся на помощь резервной группы, которая смогла бы задержать заключенного. Максимальная санкция, предусмотренная частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса, предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до 1 года исправительных работ. Однако, с учетом того, что обвиняемый, то есть бывший сотрудник колонии свою вину признал в полном объеме, это наказание может быть значительно мягче. В Цивильске открылось здание изолятора временного содержания. Его возведение началось в 2013 году. Площадь застройки составила более 400 квадратных метров. Изолятор рассчитан на 13 человек. Ввод этого здания в эксплуатацию позволит обеспечить соблюдение прав задержанных граждан. Кроме того, и полицейским здесь будут созданы достойные условия несения службы. Еще одна новость от пресс-службы МВД. Полицейских чуваши наградили за работу в Сочи. В период проведения олимпийских и паралимпийских зимних игр они несли службу на энергообъектах города. А потому в торжественной церемонии приняли участие заместители руководителей крупных энергетических компаний страны. Которые отличились в охране энергообъектов. Благодаря вашему труду мы и энергетики тоже сделали свое дело. Мы чувствовали, что мы защищены. Мы чувствовали ваше плечо, вашу опору. Поэтому спасибо вам за это, что вы справились со своей работой отлично. И позволили нам свою работу сделать тоже. Полицейским вручили благодарственные письма и ценные подарки. Среди награжденных 12 сотрудников различных подразделений министерства. Стоянка запрещена. Второй день в Чебоксарах действует запрет на стоянку междугородних автобусов Чебоксара-Москва. Постановление о запрете было подписано в конце июня администрации столицы. Теперь транспорт отправляется со стоянки на пригородном автовокзале. Как исполняется запрет, проверила наша съемочная группа. Будний день, 5 часов вечера. Привычное для автобусов место пусто. Впечатление благоприятно, потому что нет толкотни, нет постоянного зазывания автобуса. Спокойнее стало, действительно. А так сказать, конечно, тяжело. Пока еще не заметили значительных перемен. 12 перевозчиков заключили договоры. Теперь автобусы ожидают выезда на территории пригородного автовокзала. При этом цена на проезд не изменилась. Организована цилизованная стоянка автобусов. Создана вся необходимая инструктура для пассажиров. Это и касса автовокзала, бесплатная пользованная туалетом. Также создана необходимая инструктура для перевозчиков. Территория автовокзала полностью позволяет обеспечить стоянкой все автобусы. О закрытии перевозчики узнали за две недели. Им были разосланы уведомления, поэтому решить все вопросы можно было заранее. Постановление о закрытии несанкционированной стоянки было принято еще в 2005 году. Но, как отмечают власти, не было настойчивости, чтобы постановление исполнялось. Зато настойчивость проявляли жители столицы. Обращения были, и по этой причине было принято решение. Я хочу сказать больше. Мы убрали автобусы, и до дня города город планирует заасфальтировать данную территорию. Она находится в не совсем хорошем состоянии. И, естественно, создать удобство для пешеходов на данной территории. Сейчас здесь установлен знак об ограничении стоянки автобусов. Штраф за нарушение от 1000 до 1500 рублей. За соблюдением правил будет следить экипаж ДПС. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Антон Вовк, Республика. Сегодня рано утром на улице Гагарина многие жители столицы Республики могли наблюдать странную картину. Троллейбус ехал с привычного маршрута и стоял на газоне. Фотографии в редакцию прислали очевидцы. О том, что произошло с троллейбусом, нам по телефону рассказал заместитель директора по эксплуатации троллейбусного управления Анатолий Алексеев. Перед троллейбусом выскочила с левого ряда легковая автомашина. Двуводитель во избежание столкновения, естественно, резко повернул направо. И в результате троллейбус оказался на газоне. Пассажиров было мало, человек 3-4, никто не пострадал. Если вы тоже стали свидетелями необычного события, присылайте свои фото и видео. Они появятся в нашем эфире в рубрике «Мобильный репортер» с указанием фамилии автора. Материалы можно присылать на электронный адрес редакции tv.ntrk21.ru А сейчас о другом виде транспорта, который в последнее время приобретает статус общественного. В Чебоксарах становится все больше любителей покататься на велосипедах. Но для этого необходимы специальные дорожки. В последнее время развитию инфраструктуры для занятий спортом уделяют все более пристальное внимание. Появляются тренажерные и игровые площадки, велодорожки. Одна из таких появилась на президентском бульваре. Спускаясь к заливу по лестнице, люди на велосипедах использовали неудобства. Теперь здесь открылась новая велодорожка со всеми условиями. Длина дорожки 241 метр. Стоимость дорожки около 6 миллионов. Пока работы не завершены до конца, точную сумму не можем сказать. Мы постарались сделать, чтобы велодорожка соответствовала европейским стандартам. Дорожка разделена на потоки. Установлены специальные знаки. Оценить ситуацию удобства для велосипедистов на дорожку приехали маутинбайкеры и велолюбители. Очень хорошая такая, правильная велодорожка в Чебоксарах появилась. Очень радует то, что велоинфраструктура развивается. Почему правильно? Здесь очень важно. Велодорожка отделена от пешеходной части. Она очень широкая. Не только два велосипедиста могут разъехаться, может даже больше. Таких велодорожек в Чебоксарах нету. И очень хорошо, что они появляются. Думаю, она получит популярность среди любителей. Она очень интересная. Очень хороший спуск. Те, кто любит тренироваться, видят, что такой непростой подъемчик. Можно поработать, покрутить педали. На этой неделе велодорожки будут выделены на тротуарах. От Красной площади по улицам Карла Маркса, Ленина, Гагарина и Калинина обозначить территорию для езды на велосипедах. В следующем году планируется создание велодорожки по центру города. Я бы не сказал, что удобно. Если бы были дорожки, было бы намного удобнее. А так, приходится ездить по дорогам наравне с машинами. Бывают такие случаи, что авария бывает. У меня вот два года назад сбивала машина. Устанавливая знаки велодорожек, руководство города убедительно просит пешеходов не заходить на дорожки для велосипедистов, чтобы избежать столкновений и травм. Анастасия Алангина, Антон Вовк, Республика. Какое растение должно стать символом Чувашии, могут решить жители республики. В рамках всероссийской патриотической акции «Аллеи России» стартовало общественное онлайн-голосование. Отдать голос за растение, которое, по вашему мнению, символизирует регион, можно на официальном сайте акции «Аллеи России» ruspiroda.ru. Голосование продлится до 31 августа. Тогда из представленного регионального перечня будет выбрано одно растение-символ для каждого субъекта Российской Федерации. В финале акции, 21 сентября, в День работников леса, в Крыму региональными делегациями будет высажена аллея из 85 растений, символизирующих субъекты России. Закладка аллеи является наглядным символом воссоединения Крыма с Россией, участия всех регионов в его судьбе и развитии. Чувашии выбор предстоит сделать из пяти претендентов – дуба, ивы, липы, ромашки и хмеля. В список для голосования попали растения, традиционно связанные с регионом, его природой, историей, культурой, имеющие особое значение для жителей региона. Эти необыкновенные люди могут разгрызать на мелкие кусочки стеклянный стакан и съесть его, пить дымящуюся соляную кислоту и лежать голой спиной на битом стекле. Люди, способные заворачивать ноги за голову, еще многое-многое другое. В общем, кто такие йоги, в наше время знает каждый. Хотя, в общем-то, йоги – это обычные люди, которые хотят и, главное, знают, как всегда быть здоровыми и физически, и духовно. Именно они и собрались в парке Николаева на открытый бесплатный урок по йоге. Понятие йога уже много лет как перестало быть чем-то загадочным и таинственным, доступным лишь узкому кругу посвященных. Сейчас йога уже довольно популярная форма активного образа жизни. И хотя многим людям все еще сложно перейти от сладостных диванных мечтаний о совершенстве к практическим шагам по приобретению этого самого совершенства, все же и поклонников уюта среди городской суеты тоже достаточно. Впечатление самое положительное. Единственное, конечно, немножко отвлекает ребенок, но нисколько не портит. Лучше так, чем вообще никак. Вот, в принципе, очень здорово. Столичные йоги скооперировались и отправились в парки менять сознание жителей города. А организаторами открытого урока выступила городская студия йоги. Целью необычного флешмоба стала пропаганда здорового образа жизни. Очень много мистики витает вокруг сейчас вот этого вот занятия йогой. И многие думают до сих пор, что мы сидим в глубокой медитации, не шевелясь. И мы сразу как будто бы всех заставляем садиться в лотос, но на самом деле йога – это другое. Это состояние, которое вы получаете после занятия. И мы вышли в парки и в город для того, чтобы показать, что йога – это то, чем может заниматься каждый человек, чтобы обрести внутреннюю гармонию, чтобы обрести гармонию с самим собой, со своим телом, почувствовать себя лучше на уровне тела, на уровне сознания. Заниматься йогой, по мнению специалистов, может каждый, даже если имеются проблемы со здоровьем. Единственное условие – предупредить об этом тренера. На данный момент, вот сегодня, это у нас показательное выступление. То есть девочки демонстрируют, что они могут, какие упражнения. То есть, как вы видите, упражнения все доступные. Это может освоить и ребенок, и более взрослый человек. Я думаю, даже пожилые люди могут присоединиться к этому направлению, к этому популярному на сегодняшний день течению. Познакомиться с йогой и попробовать занятия на вкус теперь можно каждую субботу с часу до двух в Чебоксарских парках. Но только при условии, что за окном хорошая погода. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Такой была эта среда глазами журналистов национального телевидения. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин